Добрый день! Вот парочку дней назад подруга прислала мне вот такую статью, а сегодня мой дорожайший супруг распечатал. И поскольку я намереваюсь поехать в Россию, он выразил, безусловно, озабоченность по поводу того, как всё будет происходить, и настоятельно мне порекомендовал зарегистрировать своё двойное гражданство в России, чтобы не подвергаться штрафам. Мне очень нравятся российские штрафы. То есть, если вы имеете двойное гражданство, если вы это сокрыли, то это уже 6 тысяч американских долларов, ни много ни мало. Ладно, хорошо так. Будем жить за счёт доходов иностранных государств теперь. Я нашла текст. Текст его всё-таки опубликовали, потому что во всех документах, во всём огромном количестве статей, которые выкладываются сейчас в интернете и которые у нас идут по телевидению, в различных передачах и радиопередачах, они критикуют этот закон, но везде есть ссылка, что все эти наказания будут осуществляться через 2 месяца, через 60 дней после опубликования этого закона. И вот, несмотря на то, что он был принят Думой 23 мая и одобрен Советом Федерации 28 мая, я нашла, что от 4 июня он был опубликован. И вот его номер. Я из ту сторону показываю. 142-F3. Вот этот закон. Согласно этому закону, я его сейчас немножечко просмотрела. И несмотря на то, что... Я это говорю для девочек, которые у нас проживают за границей постоянно, потому что моя аудитория – это дамы, которые живут в России и планируют выехать за границу и мигрировать. То есть вам на будущее это понравится. И те, которые уже выехали и теперь привыкают здесь к новым условиям и задают мне вопросы, как их лучше преодолеть. Поэтому это информация для тех дам, которые живут уже за границей постоянно, имея постоянное проживание и право на это. Либо это в Америке вот грин-карт, либо уже паспорт. И смотрите, несмотря за то, что во многих статьях идет вот такая информация, что закон касается всех граждан Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. То есть вроде как на нас этот закон, то есть штрафы не распространяются. Но когда я пролистала все это до конца, то здесь, как всегда в России, нет четкого пояснения, что же может являться документов, подтверждающим, что вы постоянно проживаете за границей. Паспорт заграничный, да, безусловно, но такой паспорт на сегодняшний день или вид на жительство имеется у 74 тысяч российских граждан, имеющих двойное гражданство. То есть раз у вас двойное гражданство, то какой-то документ, подтверждающий, что вы имеете право проживать в другой стране, безусловно, существует. И поскольку, поскольку я знаю, что в России, как всегда, закон, что дышло, как повернешь, так и вышло, я бы вам всем настоятельно рекомендовала, даже если вы почти никогда, очень редко приезжаете в Россию, все равно пошлите письменное заявление о своем двойном гражданстве. Вот здесь они ниже, это в пункте шестом об уведомлении, говорят, как его запомнить. То есть это фамилия, имя, отчество, дата, меры рождения и прочее, прочее. Вот они тут, весь шестой пункт, это то, как заполнить анкету. Ее можно послать в, как они называют этот, в, сейчас скажу, миграционные службы, первая буковка, сейчас, 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 может быть, в американском мы найдем, в варианте какая там, федеральная, FMS, федеральная миграционная служба, она находится при паспортных столах, то есть можно сделать, просто узнать адрес в вашем городе, где вы проживали, и послать туда документ. Потому что на сегодняшний день они делают такую оговорку, не касающихся тех, кто постоянно проживает за границей, а когда вы приедете в Россию, они вас обложат штрафом. Я начала уже говорить по поводу штрафа, и вернусь снова. Они про штраф говорят так, 200 тысяч рублей, на сегодня это 6 тысяч долларов, и если вдруг вы это сделаете не вовремя, а не уложитесь в эти 60 дней, или, допустите, какие-то ошибки, то есть вы вроде как доложили, не могу сейчас найти, но оно здесь есть, то есть вы вроде как отчитались о том, что у вас двойное гражданство, но запоздали на полдня, или совершили какую-то ошибку, там штраф тоже от 1000 рублей, но этот штраф-то любой из нас может легко выполнить, а вот 6000 долларов – это сумма достаточно приличная, поэтому я очень рекомендую для того, чтобы себя обезопасить. Вот 4 июня закон опубликовали, значит, до 4 августа нам всем нужно отчитаться. Не забудьте про это, не ставьте себя в неудобное положение, потому что я больше чем уверена, если бы я в этом году не поехала в Россию, не сделала это сама лично там, то на следующий год я бы приехала, меня бы обложили этим штрафом уже на границе, сказав, ну и что, что у вас есть паспорт, а как вы можете доказать, что вы там проживаете постоянно? Я вполне этого жду от своего любимого государства, от моей мачехи, которая такая вот недобрая и злая. Несмотря на всю критику, которой сопровождался принятие и обсуждение этого закона, он все равно принят. И несмотря на то, что они объясняют, что он принят для того, чтобы контролировать своих, так сказать, высокопоставленных чиновников, которые теперь не имеют права занимать должность, потому как у них двойное гражданство, хотя я бы лучше принимала головастых, хоть с тремя гражданствами, для меня это очередной виток крепостного права. Несмотря на то, что крепостное право было отменено в 1861 году, до сих пор в России оно существует. Даже при том, что нарушается право на работу, конституционно закрепленное, крепостное право не позволяет людям работать там, где они проживают в данный момент, если у них нет регистрации. Это крепостное право. И они хотят контролировать всех до единого, даже тех, кто не проживает за границей. С чем, девочки, нас и поздравляю. Вы даже, находясь здесь, находимся под колпаком ОКГБ. Я так думаю, что в этом немалую роль сыграла прошлая господина Путина. Как говорят американцы, можно парня взять из КГБ, но КГБ из парня никогда не изгонишь. Всего доброго. Успехов.